Ой, сегодня 6 сентября, очень тепло. Решили мы из Гнездова, ездили по делам, как всегда, сюда приехать, в этот лес оленей. Стояли три оленя на трассе Москва-Минск, гипсовых, огромные большие олени. Их постепенно по одному уперли, стащили. Вот так вот. Ну, если уже у Смоленски бронзового оленя утащили, однажды украли, три раза ему рога спиливали, так этих не нашли, кто спилил рога, но восстанавливали потом эти рога, реставрировали. Да я же о чём? О том, что мы приехали далеко, из Смоленска 50 километров. Посмотрим грибочки. Съедобный был. Это был голубиная рядовка, чисто белая рядовка. Потом покажу, если в лесу не найду, в машине лежит. А это паутинник козий. Он почему-то не очень яркий, выцелил. Паутинники, ой, как тут их много. Вот это козий, очень красивый. Такой нарядный. И дальше там их полно, полно, полно. Полный лес. Напротив паутинника я вижу вот что. Саша будет срезать. Иди-ка срезай. Подосиновик такой большой. Вон там ёлочка спряталась, а видишь? Ага. Паутинники снимала. А хочешь на обратном пути заберём? Вон лисичка. Это мы идём по тропе, по дороге, по лесной. Симпатичная лисичка. Вот такой груздик. Беленький. Подожди, у меня ножик где-то есть. Сейчас попробую отрезать. Я не умею снимать и резать. Не умею. А вот сейчас попробую. Съедобные. Ну как же такие грибы несъедобные? Во-первых, они очень красивые. Их очень много. Они такие жирненькие, нарядные, приятные. Но написано, что несъедобные. Везде нашла боровичок, позвала Сашу. Он тут нашёл боровик тоже. Рядом со мной. Какой красивый. Не зря сегодня приехали. Даже вот красивый лес и хорошая погода. И грибы приятные. Но потом разберёшься. Я пойду свой. Мы по ней идём. Ой, а дальше я вижу тоже. Вон грибы, посмотрите как. Какой боровик. Вот. Смотри, какой красивый. Прямо на дорожке, на тропинке. Будний день. Это ж не суббота под вечер, как мы приехали. Бегали. Одни крупные нашли. Куда-то вдалеке увидела вот этот вот. Слушай, я по-моему... Этот лапш... Ай, на полосе. Ножка? Не очень, да? Да. Ну ладно. Разберёмся. Очень красиво растут. Только в этом лесу я их и вижу. На каждом шагу. Полянами, полянами. Красиво. Очень красиво. Подберёзовик. А это ложный подберёзовик. Вообще покраснел. Розовый. Я его срезала. И смотрю, его кто-то ел. Господи ты, боже мой. Вот. Этот вот подберёзовик ложный. Кто ел? Тут же рядом столько боровиков, белых грибов. Какие-то мыши или белки кто-то ел. Хотя здесь грибов очень хороших. Много. Срезящий подберёзовик. Молодой. В такое место здесь как бы болотное немножко. Ну здесь же мы чернику обычно собирали. Нынче только её не было. И здесь начали попадаться вот такие вот маленькие подберёзовики. Вот они. Хорошо. Подберёзовики. Хорошо. Надо мне таких подберёзовиков соседу, Андрюшке, дать. Хотя они часто ездят на дачу. Они сами там где-то грибы собирали. Но они сейчас в городе пока. Может быть я ему и дам. Они любят грибочки. Если у меня лишние будут, я им дам, конечно. И пошли за лисичками. Ну хотя здесь вот очень хорошо. Можно найти таких красивых подберёзовиков. Сразу по несколько штучек. Я их всегда беру. Они пахнут орехом. Даже вода от них, когда замученные они, грибочки эти, и то пахнет орешком. Орешками. Пахнет орешками. Хорошие грибы. Если они червивые, то берёзовик. Это не болотный. Хотя он в болоте во мху, конечно. Но он настоящий, крепкий, хороший, породистый. Здесь пока нет. Красиво растут ложные какие-то грибочки. На этом мягком маховом пенёчке. Такие попадаются очень часто. Я не буду каждый гриб снимать. Чисто-чисто белый. И ножка у неё длинненькая такая. Вот. Чисто белый, вонючий. В этом лесу они бывают. Это хорошие подберёзовики. Ложных здесь мало. Пока что не очень-то они мне и попались. А вон там ещё и третий грибочек подряд. Но его за кустиком не очень видно. Такие маленькие, симпатичные. Я иду по лесной маховой дороге. Здесь никто не ездит. Только какие-то следы. Видно, что дорога была. И дальше там вижу. Но не буду камерой водить. Паша, не хочу эти подберёзовики. Хочу лисички. Ну, может, ещё успеем сходить. И подберёзовик мне очень нравится. Как в старинном лесу. Супер. Хороший. Красивый. Настоящий. И подберёзовики мне нравятся. Даже очень нравятся. Они крепкие. У них ножка чистая-чистая. У белых тоже чистая. Это уже веселее. Это уже красиво. Красота по-русски. Красивый подосинок хороший. Не то, что эти блёклые, болотные подберёзли. Такие крупные грибы. Ой, подосины. У меня поместится, конечно. А у Маугли уже некуда. Видеть удобней. Приехал на место и бегает по лесу. Не надо преодолевать. Не надо преодолевать никакие преграды. Грязные дороги. Кусты. Это по-русски. Очень красиво. Маугли бегает там в сторонке. Подосины эти крупные нашёл. А я что попало. Собираю. Некем покомандовать даже. А то мне сказали. Видео неплохое, но и лайку поставим. Но командный голос не нравится. Думаю, где ж мне не покомандовать. Маугли у меня вообще из Питера. Он грибы не особо собирал. Мы молодые ещё познакомились. Но дело в том, что к лесу я его приучила. И все грибы он знает только от меня. А так он их и не знал. Хорошо. Красиво. Ура. Всех грибов. Как и людей. Люди все красивые должны быть. Ой. Каждый по-своему хорош. Красиво. А здесь и подберёзовый, и лисичный. Сейчас я их заберу. На улице некуда девать грибы. Мы пришли к машине. Вот сам где каракей. Но вот этот я срезала. Он сразу был красный. Трубочки. Вот он сразу. Видно, что он ложный. Остальные все с белыми. Трубочками беленькие. Вот такие вот. Ну посмотрим. Саша тоже всяких набыл. Будем разбираться в машине. Думаю, пойду на прощание. Что-нибудь сниму. Природу какую-нибудь. И скажу. Всем пока-пока. И до встречи. А ножа у меня нет.